Приветствую, друзья! Вы слушаете подкаст «Мифы и легенды», подкаст, в котором я рассказываю вам мифы и легенды, а также сказки различных народов мира. Мы продолжаем с вами изучать фольклор народов Ханта и Манси, и сегодняшняя история называется «Остров Шиян». Не устаю удивляться тому, что порой даже самые банальные истории у некоторых народов имеют такие сюжетные повороты, которые вообще меняют всё твоё восприятие этой истории. И, как я уже говорил ранее, мифология Ханта довольно жёсткая, сегодняшняя легенда вообще не исключение. Но, собственно, по этим историям вы, наверное, и так можете это понять. Но, конечно, перед тем, как начать, я должен по традиции поблагодарить всех своих слушателей за то, что вы слушаете этот подкаст. Подписывайтесь на него на различных площадках, ставите оценки и, конечно же, пишите комментарии. Всё это очень сильно помогает его продвижению и, соответственно, о нём узнаёт больше людей. Спасибо вам огромное. Итак, остров Шиян. В давние времена один молодой охотник захотел себе смастерить новую лодку. Старая уже немного износилась, и приплыл он, значит, на один старинный остров. Ну и начал, значит, выбирать себе дерево под свою лодку. Ходил он, ходил, как вдруг видит, у берега девушка сидит. А девушка была, ну, такая красивая, что от её красоты можно было просто ослепнуть. Вот прям всё в ней было идеально. В народе про таких говорили, что она была стройнее небесной радуги. Ну, это, я думаю, несложно быть стройнее полукруга или что там, коромысла. Это прям даже усилий прилагать никаких не нужно. Ну, а охотник наш, конечно же, потерял дар речи от такой красоты и даже забыл, зачем он сюда приехал. Просто сидел и не мог оторвать глаз своих. Но потом он всё же очухался и решил всё-таки подкатить к этой девчуле. А вдруг получится у него забрать её к себе домой. Ну, и подошёл. Долго они говорили, а потом охотник такой думает. Не хочу я, чтобы она кому-то вообще доставалась, кроме меня. И заявляет ей. А выходи-ка замуж за меня. Девушка осмотрела его и говорит. Я вижу, ты нормальный парень. И топор держать умеешь. И лук у тебя вообще неплохой за спиной носишь. Да и в целом неплох с собой. Я бы на самом деле вышла за тебя. Но есть одна проблемка, продолжила девушка. Я, говорит, не совсем обычный человек. Каждую осень я превращаюсь в лебедя и улетаю отсюда на зиму в тёплые края. Через три дня это снова случится и я ещё долго не вернусь. На что охотник, конечно же, спрашивает. В смысле? Как это понимать? А если я не допущу этого и не позволю тебе улететь и превратиться? Ну, а девушка отвечает. Ну, мол, это вообще нереально. Но всё-таки один способ всё же есть. Я, говорит, изначально убитый лебедь. А на этот остров издавна прилетали мои сородичи. Откладывали яйца, веселились и отдыхали. Летом этот остров наполнялся радостными криками птиц и их потомством. Но однажды неподалёку отсюда появилась ведьма. Прибежала она как-то сюда и перебила большую часть нас. А меня насадила вон на ту ветку берёзы, для того, чтобы все видели. Моё тело срослось с деревом и образовало нарост. Вот он-то и рождает меня каждую весну, а осенью я улетаю отсюда. Не, ну это жёстко, конечно, да. Обалдел, конечно, охотник от таких слов и говорит. Я найду эту ведьму и убью её, а ты больше не превратишься. Какой-то у меня быдло-охотник получается. Такой, а чё, я найду? До этого было нормально, что с ним случилось. Не нужно никого убивать, говорит девушка. Есть такой способ, чтобы я больше не превращалась. Но это будет довольно трудно сделать. Да чё за чушь, говорит охотник. Давай, рассказывай, я всё сделаю в лучшем виде. Всё будет у нас шикарно. Ну тогда слушай, говорит девушка. Сначала ты срежь этот нарост на дереве, который меня рожает ежегодно. А затем вырежи из него фигурку лебедя. Но только такую, чтобы была как настоящая. Тогда самец-лебедь прилетит, позовёт меня с собой и потом ущипнёт ту фигурку, и она превратится в ту самую лебедицу. Тогда они воссоединятся, покружат над островом немного и улетят в дальние края. Ну а я, как ты уже понял, смогу за тебя замуж выйти и покинуть этот остров. Охотник, значит, воодушевился и побежал срезать тот самый нарост. Долго он работал над фигуркой, не спал трое суток, всё мастерил и мастерил. Но зато усилия его дали свои плоды. Фигурка лебедя получилась отличная, но вот просто практически один в один как живая. Буквально всё своё мастерство он вложил в эту работу. Опустил он её на реку и стал ждать. Но так как он не спал до этого трое суток, то сон всё же победил и охотник уснул. И проснулся только вечером. Слышит он вечерние крики лебедей и видит, что два лебедя кружат над островом. Но он обрадовался и побежал скорее к своей невесте будущей. Да так быстро бежал, что просто мох из-под его ног вылетал и долетал до самых верхушек деревьев. Но как только он прибежал на то место, где была девушка, увидел он, что в воде его фигурка плавает. Сначала не поверил он глазам своим был. Чё я, зря получается, ночами тут не спал, строгал тут фигурку эту и ради чего? Обманула получается меня красотка, развела меня как наивного дурачка? Ну и взял он свой лук, натянул тетиву и выстрелил фигурки той прямо в голову. Как вдруг слышит он крик душераздирающий. Что ты наделал? Говорит ему та самая девушка. Это же я! Я хотела в последний раз насладиться своим отражением и навсегда расстаться со своим лебединым обликом. Ну а теперь повесь меня как ведьма вешала. Уже еле слышно произнесла девушка и умерла. Не мог поверить в случившийся наш охотник. Ещё какое-то время он сидел рядом с телом, но позже всё-таки повесил тело девушки на прежнее место. Через много лет тот самый нарост, который рожал её каждую весну, снова образовался на том дереве. Ну а что касаемо охотника, то говорят, он умер у той самой берёзы. И на этом месте вырос большой и мощный кедр. Но вот только ствол того дерева был весь кривой и больной. Всё потому, что сердце того охотника так и не нашло покоя даже в кедре. До сих пор страдает и мучается. Ну а остров тот называется Шиян, что в переводе означает нарост. Вот такая вот история. Конец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok